Девушки отдыхают 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 Класс игроков Рубина сказался Хозяева дожали Краснодарцев Двумя мячами На 78-й Михаил Костюков А на 84-й Виталий Лисакович Двели счет до крупного 5-2 за Рубином Вторая подряд Победа команды Леонида Слуцкого Ну а на этом у меня все Как Акбарс проведет домашнюю серию, а Рубин сыграет с Акроном, увидим в следующем выпуске. Пока-пока. Насколько быстро ориентируются первокурсники, узнаем далее в нашем сюжете. Бумажная карта, датчик на руке и жажда победить – это все, что потребовалось участникам соревнования по спортивному ориентированию в рамках спартакиады среди первокурсников в этом году. Этот довольно молодой вид спорта был введен в программу только три года назад. Традиционно для соревнований по ориентированию используется лесная местность, но в последнее время их все чаще проводят в счете города. И этот раз не стал исключением. Не может найти магазин в деревне Мерсиады. После соревнований по ориентированию это перестало быть проблемой для участников, потому что именно здесь им приходилось демонстрировать свои навыки. На руку участнику крепится датчик, который позволяет организаторам отслеживать маршрут спортсмена. На территории расставлены конусы, каждый из которых имеет свой номер. Задача пробежать по определенным номерам и не нарушить последовательность, указанную в карте. В соревнованиях приняли участие как новички, так и опытные спортсмены. К забегу я особо не готовилась, я просто тренируюсь на постоянной основе. Я думала, что все будет намного проще, так как в основном контингент спортсменов сегодня это новички, которые никогда не бегали ориентирование. Но я бегала в своей жизни довольно много спринтов таких подобных, но они были практически все намного проще. Навыки, которые спортсмены совершенствуют, занимаясь спортивным ориентированием, могут пригодиться и в повседневной жизни. Да даже ориентирование в городе, например, идешь на остановку и не можешь понять по онлайн-картам, где эта остановка находится. И, наверное, когда у тебя есть какой-то опыт в ориентировании, ты легче найдешь эту остановку. В командном зачете первое место занял Институт математики и механики имени Лобачевского. В индивидуальном зачете среди мужчин победу одержал Никита Тимофеев, студент Института геологии и нефтегазовых технологий, пройдя маршрут за 18 минут 17 секунд. Среди женщин самой быстрой также оказалась студентка Института геологии Луиза Валитова, пройдя маршрут за 16 минут 24 секунды. Ева Семянова, Екатерина Лунгаева, Илья Королев, Бахтий Архуснулин. Неделя спорта. Спартакиада первокурсников Казанского федерального университета пополняется новыми видами спорта. Первый из них – фиджитал, баскетбол. В это воскресенье студенты-первокурсники всех учебных подразделений Казанского федерального университета схлестнулись в новом для себя виде. Сперва участники сборной играли в баскетбол на игровой приставке, а затем мерились силами уже на реальной площадке с реальным мячом. Лучше всех в новом виде спорта спартакиада себя показал юридический факультет и забрал первое золото фиджитал, баскетбола. Заключительным видом спартакиада первокурсников на этой неделе было плавание. В плавательном бассейне «Бустан» золото также забрал юридический факультет. В личных зачетах среди девушек первая оказалась Дарья Мишанина, у мужчин – Камиль Абзалов. Еще к одной внутренней теме Казанского федерального университета мы перейдем чуть-чуть попозже, а пока переходим на поля межвузовских соревнований. В чемпионате ассоциации студенческого баскетбола в первом туре сборные Казанского федерального университета встречались против университета спорта. Увы, для федерального университета старт выдался неутешающим. Сколько бы ребята не старались навязать борьбу сопернику, отставание в счете росло очень быстро. Женская сборная проиграла свой матч со счетом 70-40, мужчины еще с большим разгромом 102-43. В студенческой футбольной лиге сборная КФУ играла против Кнету Каиев. В матче все голы были на счету команды хозяев. Сперва на 10-й минуте Павел Петухов открывает счет в матче. На 39-й Максим Пасынков сравнивает счет, отправив мяч своего рода. Конечную точку в матче ставит Булат Шакиров. Капитан Каи точно пробил 11-метровый. 2-1 победа авиационного института. Ну и разумеется, возвращаемся к главной теме Казанского федерального университета. Новый розыгрыш Кубка университета по мини-футболу. В прошлую среду стартовали первые матчи 1-16, 1-8 финала. И результаты этих игр на вашем экране. В 1-16 финала сборная института физики обыграла со счетом 4-5 сборную экологии и природопользования. Тем самым физики выходят в 1-8 финала на институт математики и механики имени Лобачевского. В первом матче 1-8 финала было вечное противостояние. Сборные институты международных отношений встречались против сборной института управления экономикой и финансов. Матч закончился со счетом 2-2 в основное время и 3-1 по пенальти. Емо выходит в 1-4 финала, а эконом останавливается на 1-8 и больше участия принимать не будет. Ну и по традиции, как всегда, обсудить это все нужно с Максимом Геннадьевичем Гавриловым, главным судьей Кубка университета. Макс, тебе привет. Всем привет. Пятый юбилейный кубок стартовал, я тебя с этим поздравляю. Первые два матча уже есть и матчи результативные. В сумме это получается, я с математикой не особо дружу, 9 плюс 4, 13 мячей в основное время плюс 4 по пенальти. Ну я всех поздравляю с началом нашего пятого юбилейного кубка в новом формате. Команды молодцы, выдали результативные матчи, порадовали и телезрители, и зрители, которые собрались на трибуне. Наверное, многие заметили, что у них у нас видоизменился, непривычно слегка, но тем не менее новые трибуны, чуть меньше места. Тем не менее, порядка 200 зрителей, я думаю, были именно вживую на матче. И команда их, конечно, порадовала своими голами, эмоциями, особенно второй матч. Как в суде было достаточно тяжеловато, иногда не слышно свисток свой и не слышат игроки. Но тем не менее, это такой заряд эмоций, который помогает и командам, и в принципе даже судям, потому что они более такие полная концентрация, полное внимание, и ты, соответственно, судишь на максимуме. К футболу сейчас вернемся. Вопрос относительно зала. Поздравляем, что его наконец-таки обновили. Вопрос от знакомых, от ребят, которые смотрели. Причем тут Башкирия? Почему с трибуны выкрашенный флаг Республики Башкортостан? Это я постарался, скажем так. Не зря с Башкортостаном. На самом деле, не знаю, но такая расцветка может. К сожалению, сейчас вообще по всей стране достаточно сложно со спортивным оборудованием. Это касается мяча и формы, видимо, и трибуны. Это все было летом. Ну, видимо, какие были в наличии, то есть сделали. Ну, главное, что обновили трибуны. Все-таки стало и симпатичнее, и как-то поудобнее. Не ходит так теперь паркет. Это здорово. Здорово то, что залы обновляются. Ну, зал обновили. Как видишь, игра тоже обновилась, получше стала. Давай первый матч. 1-16 финала. Физики и экологи. Для физиков, казалось бы, проходной соперник. Сначала 5-2 вели, затем 5-4. В последние минуты уже экологи начали отыгрываться. Мы уже реально думали, что в последнюю минуту пятый будет. Было такое ощущение. Ну, физики в просчете 5-2 выпустили своих первокурсников. Первокурсники пока оказались, видимо, не готовы к такому накалу матчей. И хочется похвалить экологов. У них была достаточно короткая скамейка. По-моему, было 7 человек, либо 8. Это включая вратарей. Но, тем не менее, они были очень заряжены на борьбу. Не все у них получалось. Где-то не хватало техники. Но именно за счет своей заряженности они навязали борьбу физикам, которые, ну, в конце, на самом деле, просто играли спустя рукава. Нельзя так играть в матче на вылет. Тем более за институт физики. Ну, у них состав обновился. Ренат Менгалеев, наверное, просто и такой. Там, наверное... Ё-моё, это как? Мне кажется, многие студенты физфак сейчас уже не знают, кто такой Ренат Менгалеев. И это их большая ошибка. Наши зрители знают. Наши зрители, да, знают. Ну, ладно, результаты добились. Но в 1-8 им противостоят математике. Там так сыграть не получится. Там надо будет выкладываться. Я жду от математика в хорошей игры. Посмотрим. Первая игра 1-8 финала. Вечное противостояние. Эконом МО. Я понимаю, что ты тоже от этого, наверное, устал. Благо, зрители не устали от этого противостояния. Поддержка трибун была просто на высшем уровне. 2-2 основное время. 3-1 по пенальти все-таки ЕМО. В этом сезоне уже второй матч подряд выигрывает. Да, хорошая игра. По сравнению с матчем за суперкубок прям качество игры повысилось. Хотя есть куда расти. Эконом на самом деле долго ввели в счете. Потом пропустили. Потом начали проигрывать. Контролировали мяч. Отыгрались буквально, по-моему, за 20 секунд. По пенальти опыт Никиты Левхачева позволил взять одно пенальти. Своё забили. Всё. Посмотрим. Заслуженно прошли, в общем. Это была достойная игра двух равных соперников. В серии пенальти чуть удачливее, чуть мастерее. Видите, оказались студенты ЕМО. Хорошо. Игру ЕМО мы увидим ещё в 1-4 финала. Давай быстренько, каратенечко, 10 секунд. Анонс на будущие матчи. Завтра в прямом эфире начнём в 19.00. Институт психологии и образования против юридического факультета. В 19.15. Начинаем. И в 20.15. Инженерный институт против химического института. Каратенечко об этих парах. Мы знаем то, что ИПО у нас очень сильно усилились. Там легенда Денис Давыдов вроде бы сидит теперь. Вроде да, у ЕМО сидит в аспирантуре. А в массы из Басаров противостояние будет интересное. Посмотрим, как наберут состав. Решили ли психологи в вратарский вопрос. В какой форме юристы. Думаю, будет матч не хуже ЕМО и Каном. Вторая пара. В принципе, такие, скажем так, не фавориты по именам. Но могут показать интересный футбол. Кто-то из них пройдёт дальше. Поэтому будем смотреть, наслаждаться. Надеюсь, будет так же много голов. Зрители порадуются, телезрители тоже. Ну и главное, всем командам, конечно, здоровья, без травм. Что же, тебе хорошая работа на судейском мостике. Ну, на судейской бровке, назовём её так. Максим Геннадьевич Гаврилов, главный судья Кубка Университета. Сегодня был у нас в гостях. Хорошего Кубка. Спасибо. Движемся к финалу этого турнира. Ну и на этом всё. Вот такая у нас выдалась неделя спорта. Что будет дальше, посмотрим. Меня зовут Роман Поленсков. Вы смотрели программу «Неделя спорта». Увидимся. До новых встреч. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова